Смотрите сегодня в нашей программе. В апреле безвременного шоу Владимир Мак, создатель международного фестиваля «Джаз Глобус» и автор многих музыкальных страниц нашего тележурнала. Каждый год День Победы во Второй мировой войне в городах Израиля проходят парады ветеранов. Скорее всего, был среди них и Леонид Беренштейн, герой нового фильма, о котором мы хотим рассказать. Фильм можно назвать уникальным. Впервые в Израиле, а возможно вообще впервые. Главный его герой – еврей, партизан, командир. Да, боевые награды на груди этих седых стариков вызывают у прохожих восхищение и благодарность. Но все же чаще – удивление и недоумение. Ведь и поныне история советских евреев неразрывно связана с Холокостом, Бобияра, Свенцем. А ведь на фронтах Второй мировой сражались около полутора миллионов евреев. Это впервые, когда в день катастрофы государственный канал в самое популярное время показывает фильм на русском языке о ветеранах войны, которые воевали в рядах Красной Армии. Знаменательно все же, что этот фильм о евреи, герое Великой Отечественной войны, был показан по израильскому телевидению в Йомашуа, в день катастрофы, а не в день победы, который также отмечается в Израиле. Второй мировой соус «Даях designed» ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Это подлинная история Леонида Брэнштейна, призванного на фронт 20-летним лейтенантом, чудом оставшегося живой в киевском котле 41-го года и закончившего войну командиром партизанского отряда из 5000 бойцов. Мы выросли в Советском Союзе и для нас эпоха войны и то, что с ней связано героизм, этот ореол героизма, который с ней связан, это что-то очень-очень основополагающее в составе нашей души. Я так же, как и любой советский мальчик, был воспитан на историях дедушки Второй мировой. В Израиле же эта история воинов Второй мировой войны не настолько рассказана. Здесь люди выросли на других историях. И эта тема, она интересна нам, мне лично в первую очередь, потому что мне бы очень хотелось донести ее до израильтян, для того, чтобы они смогли понять, что на самом деле эти люди, полмиллиона евреев, которые воевали в рядах Красной Армии, они тоже часть их истории, еврейской истории, израильской истории, потому что, если бы не они, не было бы государства Израиля. Великолепно снятые игровые эпизоды перемежаются в фильме воспоминаниями самого Беренштейна, который до конца жизни помогал авторам. За каждого немца чувствую, что я что-то сделал, сохранил людей. Он был известен в очень узких кругах ветеранов войны. Те, которые этим интересовались, историки, то есть публика не знала его. Мы познакомились с Леонидом Ефимовичем в 2013 году, и когда мы пришли брать в него интервью для музея еврейского воина во Второй мировой войне, который строится в Латруне. Сразу нам стало ясно, что речь идет об уникальном человеке, совершенно уникальной истории, и которую не то что стоит рассказать, я бы даже сказал, что мы обязаны ее рассказать. Потому что такого рода история, такой величины, ее не рассказать нашим потомкам, не сделать ее частью нашего наследия, нашего достояния, это будет большая ошибка. Пришли к нему, сняли интервью и поняли, что есть очень большой контраст между тем, что он описывает в книгах, и между тем, что он нам рассказывает, и как он нам это рассказывает. И вот там вот родилась идея вернуться на эти 75 лет назад, когда эти чувства были живы, погрузиться в художественную часть фильма и снять этот жанр, который называется докудрама. И пока не вышел вот этот фильм, так и он остался в тени, несмотря на его феноменальный вклад. Фильм «Беренштейн. Последний партизан» безусловно о героизме в годы Великой Отечественной войны. Но уже с первых кадров заявлена еврейская тема. И уничтожение евреев фашистами, и советский антисемитизм. А на пунктиром разных эпизодов проходит через весь фильм. Выйдя из окружения и попав в партизанский отряд, Беренштейн назвал себя чужим именем. Василий Владимир, 223-й пулеметно-артиллерийский батальон 5-й армии. Я знал отношения многих к евреям, хотя в отряде была определенная дисциплина. Но я считал, что не все должны знать, что я еврей, не все. Только командир отряда знал настоящее имя своего бойца, вскоре ставшего командиром разведки отряда. Но Владимир Васильев вынужден молча выслушивать антисемитские бредни сослуживцев о том, что все евреи воюют в Ташкенте. В этом фильме мы попытались поднять очень непростую и, можно сказать, скользкую тему еврейской самоидентификации воинов-евреев в советской армии. Дело в том, что для израильтян эти люди, они шли в бой за Сталина, за Родину. И они где-то не считаются достаточно евреями, несмотря на то, что они такими были. Но они не воевали за Израиль, они не носили магенда Давида, они скрывали свое имя, они не молились по утрам и не целовали мезузы. И тем не менее, они были евреями, и они встречали это свое еврейство везде. Они встречали его не только, когда они попадали в плен к немцам и их сразу же расстреливали. Они встречали его не только, когда они стояли на краю урва или когда они открывали ворота концлагеря и понимали, что они могли быть там, на той стороне. Им напоминали о их еврействе даже их собратья по оружию. И одна из тех вещей, которую призван сделать этот фильм, это показать еще раз, развенчать этот миф об этом ташкентском фронте, о том, что евреи не воевали. Потому что евреи не просто воевали во Вторую мировую войну, они на самом деле, если мы берем весь мир, они воевали в самом высоком процентном отношении относительно всех народов. Военные эпизоды в фильме сняты очень достоверно и страшно. Героические действия партизанского отряда Бронштейна, пустившего под откос 50 немецких эшелонов, показаны на фоне ужасов и непременной жестокости войны. Подождите, я ведь ничего не сделал. У меня не было случая грабежа, расстрела. Не было. Я за... знали, что я могу стрелять за это. Что грабить нельзя. Насиловать нельзя. Мы защитники Красной Армии. А если он это делает, он должен отвечать. Приказываю привести приговор в исполнение. Готовься. Целься. Огонь! Съемки нашего фильма разделяются на две страны. Одна страна – это Израиль, вторая страна – это Украина. Все, что касается Израиля, то это, соответственно, касается Леонида Ефимовича. Мы снимали его дома. Документальные сцены снимали у него на квартире. Сцены в госпитале снимали в госпитале. А все остальное мы снимали в Украине. То есть вся художественная часть, огромнейшая. Мы снимали под Киевом. Там, где проходили эти боевые действия. Воздух! Теография Беренштейна на самом деле намного более фантастическая и невероятная, чем это смог передать этот сценарий или смог бы передать любой другой. Упомяну лишь один эпизод, когда они десантируют в Польше. Это происходит ранним-ранним утром. И в один из парашютов, которые приземляются, в нем запутался местный житель. Если бы это не было бы правдой, такое в сценарии я бы никогда не позволил себе написать. Ну что это такое? Прыгают люди посреди ночи, где-то посреди Польши. И вот именно там, где падает парашют, там оказывается какой-то местный житель, который в нем запутывается. Это звучит очень-очень нелогично. Это чистая правда. Как и все остальные эпизоды этого фильма. Один из подвигов группы Беренштейна, заброшенной в тыл рога, было обнаружение на территории Польши секретного немецкого полигона для испытания ракет Фау, последней надежды Гитлера на победу. Но перед этим он, вопреки приказу командования, освобождает обреченных на смерть польских евреев. Это освобождение евреев Болигрода. Потому что, так как он для того, чтобы спасти этих людей, ему пришлось нарушить прямой приказ штаба. И поэтому он не мог такие вещи потом писать в своих мемуарах. Поэтому эту историю он оставил, так сказать, на потом. И она вышла только в книге, которую он написал уже в Израиле. Только за полигон Фау Беренштейн был достоин звания Героя Советского Союза, но... Он встречается с командиром наградного отдела, который рассказывает ему, как Владимиру Васильеву, что у него в отряде служит некий жид Беренштейн, которого постоянно приходят на его имя различные рекомендации представить его к Ордену Героя Советского Союза. И то, что он делает с этими рекомендациями, это, естественно, кладет их под сукно. Вот эти слова «под сукно» звучали у Леонида Фимовича в ушах до конца его жизни. Он рассказывал нам эту историю бесконечное количество раз. Он нигде о ней не написал, ни в какой книге, естественно, потому что эта история показывает о том, что действительно в рядах Советской Армии были квоты, были ограничения для евреев, для тех орденов и наград, которые получали евреи. У нас был огромный съемочный состав, огромный актерский состав, большие массовые сцены. Фильм изначально не имел большого бюджета, поэтому мы не рассчитывали на звездных актеров, но на актеров, которые хотят сниматься в этом проекте, которым эта тема очень интересна, которые могут отдать себя, которые хотят познавать. Молодец, кто-то там будет пробегать, кто-то будет там за счет трех. Очень классная съемка, очень ответственная, и все прямо переживают за проект. Я никогда не видел, чтобы команда так сильно болела проектом. Мне кажется, что если у кого-то из команды не получится проект, у продюсера, у сценариста, у режиссера, им будет реально... у них жизнь закончится. Леонида Барнштейна мы снимали около четырех лет. Мы приезжали к нему домой, снимали документальные сцены, брали у него интервью. Ему уже было, конечно, за 90, и поэтому это давалось ему нелегко. Леонид очень переживал, как выйдет фильм, когда мы отправлялись в очередной тур в Украину на съемки, или писали сценарии, он нам постоянно и звонил, и спрашивал, как дела, и он был частью команды. Мы постоянно показывали ему разные сцены, которые мы снимали там, он нас наставлял. И был такой случай однажды, когда кто-то позвонил по телефону, он ответил, сказал, что он сейчас занят, и что у него съемочная группа, и что они снимают обо мне фильм, который выйдет, и он получится хороший, но я, к сожалению, его уже не увижу. И вот тогда вот мы тогда еще ему сказали, да нет, Леонид, мы же еще на премьеру куда-нибудь слетаем, но судьба решила по-другому. Леонид Ефимович скончался 31 марта 2019 года. Похороны состоялись 1 апреля. К сожалению, на них не пришло столько людей, сколько должно было прийти на похороны национального героя такой величины. Но, тем не менее, очень трогательно то, что те люди, которые, да, знакомились с его историей, и люди на Первом канале государственного израильского телевидения прониклись в этой идее и поняли, насколько эта история важна, и отдали ему последние почести и последний долг тем, что его история все-таки была рассказана. От героев былых времен Не осталось порой имен Те, кто приняли смертный бой Стали просто землей травой В начале апреля внезапно ушел из жизни Владимир Мак. Вскоре после приезда из Москвы в 91-м он стал популярным музыкальным обозревателем, а позже и успешным гидом по Израилю. В 1996 году в одном из первых выпусков тележурнала «Ярушалаем» Володя провел блестящую телеэкскурсию по музыкальному Иерусалиму «Скамейка Артура Рубинштейна», «Уголок Казальса». За этот сюжет Володя Мак получил наш Оскар. Тогда, 25 лет назад, Володя предложил создать в нашем тележурнале рубрику «Музыкальное обозрение». Его музыкальная эрудиция и память были восхитительны, и лучшего ведущего трудно было найти. Для одного из выпусков музыкального обозрения в 1998 году Володя взял интервью гастролировавшего в Израиле маэстром Стислава Ростроповича. Это было, как всегда, потрясающее интервью. Во многом благодаря обаянию Володи его умению общаться с музыкантами. Как вы работаете над Шостаковичем с оркестрами, в которых не так, как в нашем, а в которых нету музыкантов-воспитанников русской школы? Ну, конечно, там труднее работать, чем с вашим оркестром. Слов нет. Но, знаете, после этого количества репетиций они начинают понимать, входить в это. Потому что музыка сама все-таки диктует. Но вы им объясняете нашу историю, или вы только заставляете их повнимательнее читать ноты? Нет, конечно, я должен рассказать эмоциональную сторону. Вот, сторону звука, который исходит из другого мира, приходит сюда. Это такой мертвый звук вселенной. Эта старая запись, как и сам маэстер Ростропович, уже история. История и сам Володя. А делами его жизни, как говорят на иврите Мефа Али Хаим, стал Иерусалимский международный фестиваль «Джаз Глобус», который Володя Мак придумал вместе со знаменитым джазменом Славой Ганеллиной. Мы когда задумывали фестиваль, мы даже не думали, что будет второй, а он уже восьмой. А потом был еще и девятый, и десятый фестиваль, а в прошлом году уже шестнадцатый. У нас одна из страниц нашего фестиваля называется «ЛСД». Не то, что вы подумали, легенда советского джаза. На сцене «Джаз Глобуса», кроме израильских, выступали знаменитые музыканты из Италии, Германии, США, Аргентины и даже Японии. И это далеко не полный список. Я все время сравниваю с Ирландским фестивалем, потому что джаз на Красном море – это фестиваль традиционного джаза. В основном у нас мы стараемся все время чем-то порадовать новеньким. Для нас со Славой Ганельным, с художественным руководителем, наверное, самое важное, то, что на этом фестивале музыка и ее уровень исполнения абсолютно соизмеримы со самыми престижными, самыми большими и самыми дорогими фестивалями в мире. В нескольких последних выпусках нашей телепрограммы мы показывали фрагменты концертов последнего 16-го фестиваля «Джаз Глобус». Сегодняшний рассказ о фестивале мы посвящаем «Страшно вымолвить и невозможно поверить» памяти Володи Мака. «Страшно вымолвить и невозможно поверить» «Биримбам, биримбам, 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 биримбам». «Капуэр, аликорет, ине отрав, калер, аль ахава царевет». «Биримбам, бакаяк, шоэр шеэндрера, триштезэк амаран. Биримбам, биримба, баржан! Биримбам, 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 бирим Sindаки Банный», duringnew small несчастностью. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»